На заседании Совета по осуществлению общественного контроля рассмотрели как организационные вопросы по формированию рабочих групп и предстоящих проверок в различных сферах деятельности, так и вопросы реализации муниципальных программ. В частности, члены Совета ознакомились с реализацией программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. В программе предусмотрено областное софинансирование. Сразу поясню, что в данной программе включено 32 аварийных дома общей площадью 8047 квадратных метров. Переселяться будет 675 человек. Приобретать город будет 239 квартир. Этот вопрос решили держать на постоянном контроле. На заседании также рассмотрели конкретные адреса и обращения жителей, которые подлежат переселению из ветхого жилья. Еще один вопрос, на котором заострили внимание, это действия мошенников, которые под видом сотрудников газовой и коммунальных служб обманывают горожан. Доверчивые граждане не всегда спрашивают документы у так называемых проверяющих. Я бы хотела обратиться к жителям нашего города, пользуясь своим случаем, чтобы не подписывали никакие подозрительные бумаги, не оплачивали на месте никаким газовикам, которые приходят проверять приборы учета, либо еще что-то. И еще Совет общественного контроля готов оказать помощь димитровградцам в решении разного рода вопросов. С этой целью каждую среду в 110 кабинете с 2 до 5 часов в администрации города работает общественная приемная. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок. Наше время.